здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала в этом видео будем сажать вот такое вот интересное растение которое называется каракосмия также есть у нее еще название другое манбреция и тритония то есть синонимы это растение родом из горных районов южной африки по способу возобновления выращивание по внешнему виду напоминает гладиолус используют для посадки группами в цветниках особенно биксбардерах очень ценится срезки вот такое это интересное растение я купил еще зимой его но честно говоря сам посадочный материал не очень хороший вот единственно одна луковичка только такая еще более-менее приличная здесь вот как видно 6 штучек в таком пакетике было ну остальные луковички так скажем не очень но вот еще одна есть и вот такие вот остальные уж больно они совсем слабенький я бы так сказал даже я бы сказал тут кое-где видны признаки заболеваний и вообще такие полуусокшие луковицы то есть более-менее живые только 2 вот этим что я с ними сделал я их замочил на несколько часов в марганцовке довольно таки насыщенного такого цвета и сажать буду рассадным способом сейчас конец апреля это как раз самое то время когда судя по инструкции и по рекомендациям цветоводов надо сажать вот это растение в общем то самые ранние сроки по аналогии с гладиолусом вот гладиолус тоже сейчас можно высаживать в это же время и также вот эту вот крокосмию тоже буду высаживать ну и в общем то единственное что в отличие от гладиолуса который я посадил уже в грядке в грунт непосредственно я вот это растение из-за того что не очень такие слабенькие луковицы они не совсем вот не нравится я их буду выращивать так скажем рассадным способом посажу их вот в такие вот горшочки для рассады и думаю что таким способом мне удастся их немножко так скажем приободрить перед высадкой в грунт то есть будет сразу видно допустим через какое-то время когда если они опять же выйдут и покажут ростки я уже буду знать какие растения я могу использовать для посадки а какие луковки ну так скажем совсем негодные окажутся или просто они не прорастут в общем что я сделал я уже до половины примерно как вы видите наполнил землей горшочки теперь я вот этой же водой с марганцовкой для дезинфекции земли потому что землю я взял с огорода вот таким образом я немного полью водой с марганцовкой я думаю хуже от этого не будет а будет только лучше вот таким вот образом не всю воду вылил потому что сверху сейчас еще присыплю землей остальной водой полью ну вот таким я способом буду сажать вот беру луковку здесь вот где корешки это естественно нижняя часть а вот здесь вот верхняя часть в общем луковичка очень похоже на гладиолусную ну вот так я ее сажаю ну вот совсем не знаю прорастет или нет совсем слабенькая по виду засохшие может быть и прорастет будем надеяться вот таким вот образом я их тут все распределил в горшки теперь я присыплю землей как видите посадка получается неглубокая так здесь мне по моему сорняк попался нет просто листик посадка получается неглубокая но когда я буду сажать в грядку я конечно их посажу поглубже на глубину не менее 10 сантиметров но вот таким образом я присыпал землей теперь опять же полью водой с марганцовкой это защитит и саму луковицу от возможных каких-то инфекций или загнивание в общем то в горшочках это делать можно вот поливать в грядку марганцовку я бы наверное не стал чтобы не убить микроорганизмы которые находятся в земле а вот в таком способе это вполне допустимо дальше что дальше эти горшки оставляю себя здесь в теплице в которой я сейчас нахожусь и снимаю это видео и буду ждать всходов этого замечательного растения вот она картинка очень красивая но надеюсь что у меня будет такое же красивое цветение как и на этой картинке ну а на этом дорогие друзья пока все не забудьте подписаться на канал если вы еще не подписаны до новых встреч всем хорошего пока пока пока